Добрый день, дорогие друзья! Чайник здесь, и сегодня я вам расскажу самые свежие новости. Произошел анонс, полноценный анонс, со всеми подробностями. Asus ROG LI-XX, как хотите. И я сразу же начну с места в карьер, что поменялось. Все сливы, которые до этого происходили, они в целом подтвердились. То есть, тот же самый чип Z1 Extreme, что хорошо, мне кажется, для большинства игр его хватает. Да, производительность на 15 ватт не такая прям поразительная, но в целом прям хорошо. Дальше, 24 гигабайта ОЗУ, 1 терабайт SSD, тот же самый дисплей с VRR Full HD, те же динамики с поддержкой Dolby Atmos и тот же ЦАП Cirrus Logic, что очень хорошо влияет на звук из динамиков и из наушников по 3,5 мм миниджеку. Далее, 80 ватт часов батарея, когда у старого LI всего 40 и дополнительные порты USB. А теперь давайте поподробнее об этом, обо всем поговорим, об каждом элементе. Про чип я сильно распаляться не буду, про экран, про звук, вот это все, да, это шикарно. Я это люблю в LI и не хочу, чтобы это менялось, поэтому они это, собственно, и не поменяли. Давайте так, основная цель, которая была вот на стриме, которая не озвучена на стриме, это дать людям то, чего они правда хотят. То есть они смотрели фидбэк на реддите, в роликах. Основываясь на нем, они пытались сбалансировать то, что люди хотят, то, что люди, то, что они могут поставить, не удорожав сильно консоль, и при этом удовлетворить потребности большинства людей, которые вот хотят какой-то тот или иной аспект. То есть всех устраивал чип, практически там 99% людей говорили, что запаса мощности хватает. Всех устраивал экран, всем очень он нравился, всех устраивал звук, ЦАП и так далее. Было несколько вещей, которые не устраивали людей, и сейчас мы о них поговорим поподробнее. Самая первая вещь, это все-таки батарейка. 80 ватт-часов, это в два раза больше, чем сейчас есть у обычного LA. И это замечательно, что они увеличили в два раза батарейку, потому что, объясню, на 15 ваттах, ну где-то 15-17 ватт, вот такая в этом диапазоне производительность, ваш LA мог продержаться в районе 2 часов 10 минут. Ну то есть я вот, как человек, который прям активно пользуется LA, могу сказать, что вот это так. Собственно, собственно, увеличение в два раза означает то, что и на 15 ваттах я смогу играть около 4 часов. Что офигенно. То есть это уже претензия на, там, стимдековскую зону, так сказать, батарейки и нинтендосвитческую. Да, там еще больше можно выжить, но тем не менее. Суть в том, что при 15-17 ваттах можно теперь играть 4 часа. Да, играть в ААА игры на 25 ваттах теперь можно не час, а два часа, что тоже хорошо, потому что, опять же, LA все-таки, на мой взгляд, не для прям долгих каких-то сессий в ААА игры. Потому что в них, как правило, не особо удобно играть на ходу. То есть это какие-то типа God of War. Ну, блин, на ходу играть где-то, в метро и так далее, вы не сможете до конца погрузиться в это все. Ну, максимум, вот, какой-нибудь самолет. Но там есть, опять же, возможность взять с собой какой-нибудь пауэрбанк или подключить к розетку. А уж не говорю про всякие инди-игры, всякие эмуляции старых игр и так далее, где можно выставить там 5-7 ватт и вообще просто улететь в космос с 10-ю плюс часами работы. Теперь, то есть если до этого можно было часа там 4 играть без каких-либо проблем, то теперь там 8-10 часов на 5-7 ваттах. Это просто космос, на мой взгляд. С батарейкой разобрались. Батарейка отлично. Они при том провели огромную работу так, чтобы не сильно больше увеличить LI в толщину в размерах. То есть по размерам это та же самая консоль, то есть она сопоставима. По толщине оно чуть-чуть толще. Скорее всего, лоб в лоб вы заметите утолщение. Но тем не менее, из-за того, что были переработаны внутренности, и батарейка была более эффективна, так сказать, теперь задействует свободное пространство внутри корпуса. И более того, она сбалансирована по всем частям консоли. То есть нет перевеса в какую-то одну сторону конкретную. Получился офигенный апдейт, на мой взгляд. Опять же, посмотрим, как оно будет в руках. Я точно куплю, я точно попробую, вам расскажу. Следующий немаловажный апдейт это 24 гигабайта оперативной памяти. Ну, точнее, объединенной памяти. А почему объединенной? Потому что часть этой памяти задействуется под видеочип, то есть, грубо говоря, выступает как видеопамять в вашей видеокарте. Ну, в обычном десктопном варианте. То есть представьте себе, что у вас не было бы в видеокарте видеопамяти, а использовалась бы оперативка для того, чтобы в нее загружать какие-то элементы из вашей видеокарты. Вот тут примерно такой принцип. 24 гигабайта УЗУ. Многие хотели 32, но, исходя из того, что писали на реддите, говорили в разных видеороликах и так далее, они собрали фидбэк с кучей народа, так сказать, и поняли, что для многих sweet spot, так сказать, золотая середина, была бы 8 гигабайт видеопамяти и 16 гигабайт оперативной памяти. То, чего многие просили. То есть, да, там были люди, которые хотели 32 гигабайта, но вот именно золотая середина у всех, это то, что современные игры требуют, как правило, самой, ну, более-менее современной, как минимум 8 гигабайт оперативной памяти. Да? Вот это вот, это та самая золотая середина для того, чтобы были там какие-то нормальные настройки графики и вот это вот все. И при этом оперативная память, опять же, важна, нужна, потому что у нее тоже заряжаются, так сказать, закладываются части, там, игры, опять же, сторонние какие-то программы, которые у вас в фоне работают, они тоже в оперативной памяти крутятся. То есть, если у вас на старом Li было 16 гигабайт, ну, объединенной памяти, вы ее делили пополам, у вас было 8 гигабайт оперативки. И ее немножечко не хватало, если вы запускали что-то еще в фоне, да? То есть, у вас немного могли подтормаживать какие-то моменты на низких значениях ТДП, на низких ваттах. Следовательно, теперь у вас 8 на 16 в таком случае будет. И это уже прям гуд-гуд, я бы так выразился. На мой взгляд, это действительно золотая середина. И почему они пошли именно в 24 гигабайта, а не в 32? Первая причина, потому что золотая середина. А вторая причина, потому что они не хотели удорожать общую стоимость консоли больше, чем на 100 баксов. Если бы они зарядили по максимуму, там, и там новый чип бы поставили, и там 2-терабайт на SSD, и 32 гигабайта оперативки, там еще что-то воткнули бы, батарейку бы еще больше там воткнули, то это было бы удорожание не на 100 баксов, а уже там на все там, блин, 400, чтобы она по 1000 баксов стоила, как какой-нибудь GPD Win. А тут, об этом мы чуть позже поподробнее поговорим, 800 баксов, 799, если быть точным. Вот что дороже всего на 100 баксов, чем Z1 Extreme на старте у обычного Li. Следующее немаловажное нововведение, это 1-терабайтный SSD под игры, под систему вашу, и причем в формате 2280. И заменить его еще проще. То есть он вот без каких-либо переходников, без всего, они поменяли материнскую плату таким образом, что вы просто открываете крышку вашего LiX, меняете SSD на любой другой, и все, и вы ready to go. С учетом облачного восстановления винды, которые у них есть на уровне биоса, вы нажимаете одну кнопку, ждете там час, у вас восстанавливается система, вы работаете, дальше играете, что хотите, делаете. Это просто топчик. Опять же, 1-терабайт, тоже sweet spot, тоже золотая середина, потому что людей, которые апгрейдили свои Li, большие количество по фидбэку и по трэдам, то, что они увеличивали именно до терабайта. То есть до 2-терабайт было гораздо меньше людей, которые увеличивали. Следовательно, они поставили сюда терабайт на SSD из коробки. Причем, важно отметить то, что были люди, конечно же, зачем они вообще увеличили, вы спросите, до терабайта, и почему они не поставили 512, и не сделали 750 баксов в консоль и так далее. Потому что были люди, которые хотели бы, достаточно много таких людей, которые хотели бы побольше памяти, но не хотели бы, ну, точнее, могли бы доплатить какую-то разумную цену за это. То есть, и при этом не хотели модифицировать сами свои консоли. Несмотря на то, что там это очень просто, там, скрыть крышку и просто поменять, и там нажать пару кнопок. Вот они не хотели этим заниматься. И вот как раз-таки вот эту вот аудиторию, вот эту аудиторию, они хотели захватить команду ROGLI. Я их понимаю. То есть, опять же, за небольшое, небольшое реально увеличение цены они просто поставили терабайтник, и хорошо. Мне кажется, это клево. Еще очень важные штуки, которые мы должны с вами обсудить, которые были озвучены на стриме. Это новые джойстики. У них более весомые пружины. То есть, много пользователей жаловались на то, что стики у LI, они достаточно легкие. Ну, то есть, они по сравнению со Steam Deck, с тем же самым, например, или с какими-нибудь джойстиками, ой, геймпадами Xbox или DualSense, слишком легкие, и, соответственно, целиться ими как-то в шутерах не очень удобно. И многие даже модифицировали свои, там, заменяли на другие стики, вот это все. Именно из-за этого, там, подтягивали пружинки, меняли пружинки, в общем, как-то так. И они поставили новые, новые стики с более чем 5 миллионами, там, вот этих вот циклов кручения, так сказать. То есть, они более стали durable, так сказать, более стойкие. При всем при этом, они поставили более тяжелые пружинки. То есть, теперь больше стики по тяжести похожи как раз-таки на Steam Deck-овские, судя по тому, на что они, как бы, намекали, о чем они говорили. Это хорошо. И при этом они сделали модули стиков более доступными. То есть, раньше как? Нужно было открутить заднюю крышку, снять плату, там, снять батарейку, вот это вот все. То есть, вытащить практически все внутренности, чтобы добраться до стиков. Теперь, чтобы добраться до стиков, вам нужно просто снять крышку заднюю и открутить два винта на каждом стике. Все. Вы меняете стики просто легче, чем даже на Steam Deck. Вот прям вот легче, чем на Steam Deck. То есть, вы достали, поменяли стики и, пожалуйста. Следовательно, они предположили, что, скорее всего, сторонние компании, захотят сделать, даже, они называли это прямым текстом, но, типа, если вы хотите поставить другие стики с кое-чем, то есть, они не говорили про Hall Effect, то вы сможете это сделать. То есть, они не стали удорожать консоль, опять же, хитрецы, но поменяли конструкцию таким образом, чтобы можно было в домашних условиях заменить на стики с датчиком Hall. И это круто. То есть, скорее всего, какие-нибудь гулики или кто-то еще сделают свое дело, выпустят стики, и мы сможем с вами их заменить. Вообще, без каких-либо проблем. Об этом я тоже сделаю в видео. Естественно. То есть, естественно, я буду модифицировать свой Alay, насколько вообще это возможно, насколько у меня хватит прямоты моих рук. Следующий момент. Это удобная эргономика в целом. В чем суть? Раньше все жаловались, что там стики асимметричные, неудобно расположены, что там палец болит из-за того, что там какой-то неестественный угол. В общем, они поменяли угол кнопок, угол стиков таким образом, их расположение. То есть, они все еще асимметричные, но поменяли расположение таким образом, чтобы у вас в руках расположение, ну, когда у вас консоль в руках, расположение кнопок и стиков было более натуральным, более похожим на Xbox-овский геймпад. То есть, чтобы у вас не болели пальцы, но при этом вам было удобно. И это тоже хорошо. И у меня не было никаких жалоб на это. Но, тем не менее, были люди, которые жаловались, были люди, которые были недовольны этим. Теперь, скорее всего, их это устроит. Надеюсь. Далее. Клавиши-модификаторы сзади. Их все еще две, к сожалению. Но, тем не менее, они уменьшили их размер и сместили их таким образом, чтобы можно было их легче доставать. Но при этом не нажимать случайно. Об этом не будем сильно говорить. Грустно, что всего две кнопки вместо четырех, как у Steam Deck. Но, тем не менее, как бы, если сделать, назначить на них какую-нибудь клавишу Fn и добавить шорткаты на все остальные кнопки, в принципе, сойдет. То есть, я так этим и пользуюсь в своем RGLI. Далее. Новая. Крестовина. Новая крестовина. Это диш-стайл с ярко выраженной крестовиной. То есть, там они сделали таким образом, чтобы больше все-таки это походило именно на дипад, а не на вот эту вот тарелку, которая там у современных Xbox геймпадов. И это, наверное, хорошо. Интересно, заменили ли они свечи. Про это они особо ничего не говорили. Но, в целом, вроде как, свечи на обычном RGLI были нормальные. У меня была проблема с формой дипада, потому что она мне не очень нравилась. Теперь она, вроде как, больше похожа на классический дипад. И теперь крестовина самоматовая, а перемычка между ней глянцевая. Ну, как бы, ок. Нормально. Также они поменяли систему охлаждения целиком. То есть, совершенно новые кулеры, совершенно новые отверстия под кулеры. Вроде как, это все на 24% эффективнее. Консоль там на 6 градусов будет холоднее. Все, они поменяли. Теперь все хорошо. Якобы, не будет гореть этот SD-карт-слот. Вот. Но, тем не менее. Надеемся. И важное. Прям одно из самых важных нововведений. Это Type-C. Они добавили два Type-C в новый RGLI. Они убрали богомерзкий XG Mobile порт, который, на мой взгляд, 99% пользователю нахрен не нужен был. Потому что универсальность никакой не дает. Там две видеокарты, по-моему, три видеокарты есть на рынке с XG Mobile портом. И стоят они, блин, как крыло самолета. Теперь два порта USB Type-C. Оба поддерживают Power Delivery 3.0. То есть, можно заряжать через любой порт, любой зарядкой. И все будет хорошо. Оба поддерживают DisplayPort 1.4. То есть, мы можем вводить изображение без каких-либо проблем. Один из них это USB 3.2 Gen 2. А второй это Thunderbolt 4. Понимаете? Они покрыли все потребности людей. Потому что, блин, это гениально. Ну, то есть, вы можете теперь подключать кучу устройств к своему iLi. Еще больше устройств. И более того, вы можете подключить гребаную внешнюю видеокарту. И она будет работать нормально. Она будет работать в тандеме с внутренним чипом. Блин, это офигенно. Вот этого я очень хотел. Вот прям очень хотел, чтобы была возможность подключать внешнюю видеокарту. Чтобы можно было попробовать полностью заменить свой десктопный компьютер на это решение. То есть, можно было бы поменять на консоль с подключением к док-станции с видеокартой. То есть, покупаете док-станцию. Есть готовые решения. Есть просто док-станции. Отдельно видеокарту покупаете. И поставить просто, блин, десктопную видюху сюда. Нужно вам пойти куда-то. Отсоединили там один-два провода. И кинули в сумку. Пошли. У вас полноценное, как бы, устройство в кармане. То есть, консолька портативная. При этом, вы можете превратить ее в полноценное устройство. Какое-нибудь маломощное. Но, тем не менее, можете развернуться где-нибудь. Подключить к монитору, мышку, клавиатуру и так далее. Только станцию с собой взяли и все. Но, более того, теперь можно прийти домой обратно. Поставить на стол свой новый Li-X. Подключить к нему внешнюю видеокарту. И у вас это все превращается в полноценный десктопный ПК. Вау. Ну, просто вау. И причем 24 гига оперативки становятся 24 гигами оперативки. Ну, в смысле, объединенная память становится 24 гигами оперативки. И видеопамять используется именно вашей внешней видеокартой. Это офигенно. Это офигенно. Я считаю, что это гениальное решение. И это все всего лишь на 100 баксов дороже, чем старый лай. Это не просто mid-gen update. Это, блин, такой лай в идеале должен был быть с самого начала. Но, тем не менее, даже с учетом того, что он не был на старте такой, лай был нормальным. Да, с косяками, но нормальным. И сейчас он стал только лучше. Я его куплю, обозрю. Скорее всего, я на нем постараюсь провести эксперимент. Там, работаю, там, пользуюсь только RJ Lite. С там, вот этой внешней видеокартой. Что-то такое. То есть, там, месяц проведу на ней. Не знаю, какой-нибудь такой эксперимент сделаем с вами. Вот. Ну, а так, с вами был Чайник. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Оставьте комментарии. Постарался выпустить ролик максимально быстро, как только посмотрел связанный с этим стрим. Опять же, на Telegram-канал подписывайтесь. Там много чего интересного. В том числе, все вот эти анонсы, все вот эти новости. Они там, в первую очередь, появляются. Спасибо за то, что посмотрели. Всем пока.